Мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца, том 2, Духовное пробуждение, передача 18. Тот, кто не берет в расчет себя, приемлет божественную силу. Старца спросили, старец, а на войне приходилось ли вам подвергаться опасности? Старец отвечал, о, да разве только однажды или дважды. Это сейчас я размышляю о том, как помогал мне Бог, и сильно волнуюсь. А тогда я об этом не думал, особенно о смерти, о ней я не думал совсем. Когда ты решился на смерть, тебе ничего не страшно. Решимость на смерть равна по своей силе тысяче телохранителей. Смерть — это безопасность. На войне эмблемой отряда священных добровольцев является череп. Это значит, они решились умереть. Тот, кто ради блага другого человека или ради общего блага забывает о самом себе, тот принимает божественную силу. И посмотрите, если человеком движет жертвенность, то Бог покрывает его. Помню, как однажды мы окопались за одним утесом. Я вырыл небольшой окопчик и маленько укрылся в нем. Ползет один и говорит, пусти меня. Ползет другой. И меня пусти. Я дал им залезть в окоп, потому что они просили меня об этом, а сам остался снаружи. Ночью, когда начался сильный артобстрел, один осколок чиркнул меня по голове. Каски на мне не было, один капюшон. Ребята, кричу. В меня осколок попал. Щупаю рукой голову. Крови не чувствую. Снова щупаю. Ничегошеньки. Осколок чуть-чуть чиркнул по голове и только сбрил волосы. От лба до темени. Оставил на моей голове чистую полоску в шесть сантиметров шириной. Вы не жили в трудные годы в оккупацию. Вы не видели войны, врагов, горе. Я желаю вам не видеть всего этого, потому что вы и не понимаете, что это такое. Однако наши годы похожи на бурлящий и свистящий котел. Необходима закалка отвага и мужества. Если что-то случится, то смотрите, не окажитесь совершенно неподготовленными. Готовьтесь уже сейчас, чтобы вы смогли дать отпор трудностям. И Христос сказал, будьте готовы. Не так ли? Сегодня, живя в столь сложные годы, нам надо быть не просто готовыми, а трижды готовыми, чтобы не сказать больше. Может быть, нам придется встретить не одну лишь внезапную смерть, но и другие опасности. Итак, прогоним прочь от себя, стремление устроиться поудобнее. Пусть в нас работает любочестие и присутствует дух жертвенности. Сейчас я вижу, как что-то готовится. Вот должно произойти и постоянно откладывается. Все время маленькие отсрочки. Кто переносит эти сроки? Бог ли отодвигает их? А ну-ка, еще месяц? Ну-ка, еще два? Так все идет. Но раз мы не знаем, что нас ждет, то развивайте в себе, насколько можете, любовь. Это самое главное. Чтобы была между вами не ложная, а истинная. Братская любовь. Если есть добрая заинтересованность, боль, любовь, человек всегда действует правильно. Доброта, любовь – это сила. Храните, насколько можете, тайну и не пускайтесь на откровенности. Ведь если тайну будут знать только ты, да я, да он, да звонарь Симеон, то что из этого выйдет? Даже и по простой глупости вы можете сделать зло, а потом биться головой о стену. Посмотрели бы вы, как хранят тайну в армии. Если ты понимал, что можешь попасть в плен, то первым делом надо было уничтожить позывные, разрезать запись на кусочки и проклотить. Один раз, оказавшись в опасной ситуации, я так и сделал, потому что если бы позывные оказались в руках мятежников, то они узнали бы, что в таком-то месте находятся наши войска, что у них нет продовольствия и тому подобное. И тогда они послали бы радиограмму в наш центр, чтобы прилетела наша авиация, сбросила им продовольствие, а на наши головы – бомбы. Понятно? Зная позывные, они бы связались с центром от имени правительственной армии. Если ты был радистом и попал в плен, то тебе, чтобы ты выдал позывные, клещами выдергивали ногти, и ты предпочитал быть с выдранными ногтями, но не быть предателем. Одному радисту для того, чтобы он рассказал содержание радиограммы, жгли огнем подмышки, и он не признался, словно онемел. Он не поведал врагам тайны и поэтому стал исповедником. А женщины перевозили документы для армии вседлых мулов и были готовы на смерть. Смерть на войне способна весьма умилостивить Бога, потому что человек, павший смертью храбрых, жертвует собой, чтобы защитить других. Те, кто о чистой любви жертвуют своей жизнью ради того, чтобы защитить человека, своего ближнего, подражают Христу. Эти люди – величайшие герои. Их боится и трепещет сама смерть, потому что от любви они презирают смерть и таким образом приобретают бессмертие, находя под могильной плитой ключ от вечности и без труда, входя в вечное блаженство. Вся жизнь монаха является жертвой. Вся жизнь монаха естественным образом помогает ему иметь любовь и жертвенность. Он отправился в путь для того, чтобы умереть за Христа. Это значит, он вышел в путь ради жертвы. У монаха нет мирских обязанностей, поэтому ему необходимо развивать в себе дух жертвенности. Мирянин умирать за Христа не собирался, и потом у него есть обязанности мирские. Он заботится о своей семье, о своих детях. Поэтому спрос с него не такой строгий. У него есть оправдание. Например, на войне человек семейный стремится избежать опасности, чтобы его дети не остались на улице. О том, что если избежит опасности он, то могут убить кого-то другого, у которого тоже есть дети, этот человек не думает. Но это еще куда не шло. Здесь, по крайней мере, присутствует забота о своей семье. У меня, скажет такой человек, дети на улице останутся. Он, может, совсем не веруя в иную жизнь, стремится спасти жизнь эту. Старцы спросили, то есть монах должен постоянно жертвовать собой? Старец отвечал, ведь мы уже сказали, что вся жизнь монаха есть жертва. А в противном случае, зачем мы становимся монахами? Если монах в этом отношении хромает, то он не монах. О какой духовной борьбе можно потом говорить? Если отсутствует жертва, то места для духовной борьбы нет. А если нет жертвы, то сколько бы ни старался монах жить духовно, все будет без толку. На Святой Горе говорят, что такая духовная жизнь под стать чучелом огородным. Монах, ведущий такую духовную жизнь, не то что бесов изгнать не может, ему ворон гонять – и то достижение. Когда человек горячо берется за подвиг, предстоящему в этой жизни, то божественное пламя в нем тоже горит. Если этого божественного пламени нет, то он ни на что не годен. Это пламя дает ему радость, дает ему отвагу, дает ему любочестие. Это то, о чем сказал Господь – «Огня придох во врищи». Когда есть этот божественный огонь, то и псалмопение, и молитва монаха, будь она за себя или за других, имеет результат. Особенно женское сердце, когда очистится, обладает большой силой и в молитве весьма преуспевает, становится радаром. А тот, у кого нет любочестие, жертвы, будет иметь или мирскую радость, или мирское расстройство. Радование же духовного такой человек ощутить не может. Поэтому я и говорю вам – возделывайте жертвенность, братскую любовь. Пусть каждый из вас достигнет состояния духовного, чтобы, оказавшись в трудной ситуации, она смогла выбраться из нее сама. Не находясь в духовном состоянии, человек трусит, потому что любит самого себя. Он может отречься от Христа, может предать Его. Вы должны решиться на смерть. Тут вон люди мирские, которые даже в рай не верят, жертвуют собой. А мы верим в то, что ничто не проходит даром, что в нашей жертве есть смысл. Мирские люди, находясь в полном неведении, будут жертвовать собой, подвергать свою жизнь опасности ради того, чтобы защитить другого. А монахи не будут приносить себя в жертву. Мы отправляемся в путь для того, чтобы умереть ради Христовой любви. обязанностей мирских мы не имеем. И если у нас нет еще и жертвенности, то что мы вообще тогда делаем? Над нами и муравьи смеяться будут. Видел, как муравьи высмеивают людей? Лентяев высмеивают. Старцы спросили. Старец, а возможно ли такое? У меня есть готовность помочь другим, но побуждающие к этому мотивы нечистые. Старец отвечал. Это всегда видно. Когда побудительные мотивы нечисты, дух не находит покоя, понимает это и старается очистить их. На меня произвело сильное впечатление душа одной женщины, приходившей на днях. Узнав, что кто-то болеет и страдает, она не может уснуть, мучается и плачет, а сама живет в миру. Она поделилась с кем-то тем, что с ней происходит, а в ответ получила. Может быть, это вражи искушения? Да разве может такое происходить от искушения? Дьявол может обмануть человека лишь в том случае, если он делает такие вещи напоказ, и тогда переживания будут ложными. Убирайте из ваших действий самих себя. Человек, выходя из самого себя, выходит из земли и движется в иной атмосфере. Пока человек остается в самом себе, он не может стать небесным. Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленечко героизма. С какой отвагой встречали герои смерть во время войны? Один монах, бывший с патриотом, имя которого Кандилис, рассказывал мне, когда во время Малоазиатской войны греки высаживали морской десант возле Константинополя, Кандилис находился на корабле, и, лишь увидев Константинополь издали, стал вести себя, как сумасшедший. «А ну, ребята!» – кричал он. «Умирать так умирать!» «Что сегодня, что завтра!» «Умирать так молодцами!» «Ребята, умрем героями за Родину!» Он даже не мог дотерпеть, пока корабль пристанет к суше. От напряжения, от сильного желания он не заметил, что корабль еще не дошел до берега, прыгнул и упал в море. Так в нем все горело. Плавать он не умел, другие побежали и вытащили его из воды. Старцы спросили, «Старец, вы сказали, что нужно постараться освободить от своего «я» каждое наше действие. Как это сделать?» Старец отвечал, «Вам все готовое подавай. Что значит убирать свое «я»? Когда я убираю свое «я»? Как нам изгнать свое «я» из нашей любви? Как нам очистить нашу любовь? Насколько я не беру себя в расчет, настолько я изгоняю свое «я». И отсекая нашу волю, нашу слабость, наш покой, мы тоже удаляем свое «я». Благодаря послушанию и молчанию из нашей самости исчезает многое. Когда наша любовь бескорыстна, мы тоже изгоняем свое «я», но в нашей любви должна быть также и жертва. Понятно? Ну, например, какая-то монахиня хочет сходить к матушке Игумени и видит, что другая сестра тоже хочет к ней зайти. Если первая сразу же уступит сестре свою очередь, даже зная, что острых проблем у той сестры нет, то у нее есть послушание и жертвенность. А когда она от всего сердца уступит свое место другой и с матушкой не поговорит, то в ней будет говорить сам Христос. Однако она должна осознать, что это необходимо. Должна сделать это потому, что так подсказало ей сердце, а не просто потому, что так говорят святые отцы. Так она примет двойную благодать Божию. И в этом случае одна сестра получает духовную помощь по-человечески, другая же получает помощь образом божественным и непосредственно от Христа. Понаблюдайте за теми мирскими людьми, которые проявляют такую жертвенность, какой даже нет у монахов. Я замечаю, что в миру, несмотря на то, что люди могут не веровать, иметь слабости и страсти, они, так Бог устраивает, имеют мягкое сердце. Они видят нуждающегося, и пусть он даже им не знаком, оказывает ему помощь. Многие люди, не верующие даже в то, что есть рай, увидев какую-то опасность, бегут предупредить зло, спешат погибнуть сами, чтобы другие остались в живых, торопятся раздать другим свое имущество. Много лет назад на одном заводе рабочего зацепила и стала затягивать в станок. Несмотря на то, что вокруг было множество мужчин, спасать его бросила и женщина. Мужчины, отважные, стояли и глядели. А она вытащила его из станка, но саму ее зацепила за платье, закрутила в станок, и она погибла. Она мученица. Это великое дело. О себе такие люди не думают. Они выбрасывают из себя свое «я». И когда они выбрасывают его вон, в них бросается Христос. О том, что отвага рождается от доверия Богу. Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать собой. И на войне те, в ком есть отвага, имеют и доброту, и не убивают других, потому что в отваге нет варварства. Такие люди стреляют не во врага, а вокруг него и вынуждают его сдаться. Добрый человек предпочитает быть убитым, нежели убивать. Человек, настроенный таким образом, принимает божественные силы. А люди злые, трусливые, малодушные. Свой страх они прикрывают наглостью, боятся и самих себя, и других, и поэтому от страха стреляют без остановки. Когда я проходил военную службу во время гражданской войны, мы как-то раз зашли в одну деревню. «Здесь никого из бандитов нет», сказали нам местные жители. «Все ушли, осталась только одна сумасшедшая». Один из наших издали увидел эту женщину и из ручного пулемета выпустил по ней две очереди. «Что я вам сделала?» скрикнула несчастная и упала на землю. Старцы спросили, «А он от страха это сделал?» Старец отвечал, «Да, от страха. Люди такого склада ищут для себя легкие решения. Врага лучше прикончить, говорят они, чтобы уже не сомневаться. Человек менее трусливый будет и менее злым. Он будет стараться вывести врага из строя, ну, например, повредить ему руку или ногу, но убивать его не будет. Мужество, отвага – это одно, а злобность, уголовщина – это совсем другое. Брать врагов в плен для того, чтобы перерезать им горло – это не мужество. Настоящим мужеством будет схватить врага, сломать ему винтовку и отпустить его на свободу. Мой отец так и делал. Когда он ловил турецких разбойников, совершающих набеги на фарасы, он отбирал у них винтовки, ломал их и говорил, «Вы бабы, а не мужчины». После этого он отпускал их на свободу. Однажды он оделся богатой турчанкой, пришел их в стан и спросил главаря. Заранее он договорился со своими парнями, чтобы те начинали атаку сразу, как только услышат условный сигнал. Когда разбойники провели его к главарю, отец мой сказал ему, «Пусть твои мужчины выйдут и оставят нас вдвоем». Как только они остались один на один, мой отец выхватил у главаря винтовку, переломил ее и сказал разбойнику, «Теперь ты баба, а я настоящий грек». Тут он дал условный сигнал, налетели его молодцы и выгнали всех разбойников из деревьев. Для того, чтобы преуспеть, надо иметь шальную, в хорошем смысле этого слова, жилку. В соответствии с тем, как человек использует эту шальную жилку, он становится или святым, или героем. Однако, если такой человек собьется с пути и увлечется злым, он может стать преступником. Тот, в ком нет шальной жилки, ни святым, ни героем стать не может, а потому должен завестись наш внутренний моторчик, должны заработать сердце и отвага. Сердце должно стать безрассудным. Я знаком со многими офицерами, вышедшими в отставку и от расстройства, не находящими себе места. Некоторые из них хотят, чтобы началась война, чтобы быть при деле, так в них все горит. А кто-то только лишь получает призывную повестку, сразу весь дрожит, а еще кто-то притворяется сумасшедшим, чтобы вообще не попасть в армию. Сколько отставников говорили мне, что хотят поехать в Боснию и повоевать. Не использовав свою отвагу в жизни духовной, они, слыша о войне, радуются возможности повоевать. Знаешь, какие подвиги, какую духовную борьбу подняли бы эти могучие люди, позная недуховную жизнь, да они стали бы святыми. Какая отвага была в старину. Старцы спросили, «Старец, однажды вы рассказывали нам что-то о своей бабушке». Старец отвечал, «Моя бабушка была очень отважным человеком. На всякий случай для безопасности она всегда имела при себе етаган. Это большой кривой турецкий кинжал. Вот тебе, пожалуйста, женщина-вдовая, двое детей, вокруг турки, но жить-то надо было. Тяжелые были годы, все ее боялись, молодчиной была, как-то раз один разбойник залез в виноградник, который находился возле кладбища. Чтобы его испугались, он надел длинную до пятбелую рубашку. Потом, выйдя из виноградника, он как был в белой рубашке, зашел на кладбище и давай там шастать. Случилось в ту пору проходить через кладбище моей бабушки. Разбойник, когда увидел ее, растянулся на земле и притворился мертвым. Чтобы она приняла его за вурдалака и напугалась. Однако бабушка подошла к нему и сказала, «Тебя, если бы ты был человек порядочный, давно бы уже земля взяла». И, сказав это, она начала бить злодея тупой стороной етагана и скалечила его. Кто это был такой, она даже не знала. Уже потом в деревне услышала, что, мол, такого-то изувечили. И так узнала, кто это был. В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде. Поэтому, если, боже упаси, начнется война, одни умрут от страха, а у других даже от небольшого испытания опустятся руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. А в старину какая была отвага. В Флавиановском монастыре в Малой Азии турки схватили и убили одного христианина. Потом они сказали его жене, «Или ты отречешься от Христа, или твоих детей мы тоже зарежем?» «Моего мужа», ответила она, «забрал Христос. Детей моих я поручаю Христу и сама от Христа не отрекаюсь». Какая отвага! Если в человеке не будет жить Христос, то как в нем будет жить отвага? А сегодня люди без Христа строят всю свою жизнь на мусоре. В те годы были молодцами матери, были молодцами и дети. Помню, как в коннице наша соседка, будучи в положении, одна пошла на поле окучивать кукурузу, а надо было идти пешком полтора часа. Там она родила малыша, положила его в подул и вернулась в деревню. «А у меня младенчик», похвалилась она, проходя мимо нашей двери. Была оккупация, годы тяжелые. А сейчас есть женщины, которые для того, чтобы родить одного ребенка, от страха шесть-семь месяцев проводят в кровати. Речь, разумеется, идет не о тех, кто делает так по причине болезни. Естественный страх является тормозом. Старцы спросили, «Старец, я очень боязлива, не знаю, что я буду делать, если окажусь в тяжелой ситуации. Откуда появляется страх?» Старец отвечал, «С кем-то, может быть, что-то случилось в детстве, и от этого он боится. Часто страх может быть естественным, но это может быть и страх от недостатка веры, от недостатка доверия Богу». Однако страх является и необходимым тормозом, потому что он помогает человеку прибегать к Богу. В страхе, в поисках, за что бы ему ухватиться, человек бывает вынужден ухватиться за Бога. Вот в жарких странах, где живут дикари, там водятся и дикие животные, большие, звери, удавы и так далее. Это для того, чтобы люди были вынуждены искать помощь у Бога, прибегать к Богу, чтобы найти свой ориентир. Если бы этого не было, то что смогло бы хоть как-то сдерживать этих людей? Во всем, что устроил Бог, есть какой-то смысл. Старцы спросили, «А те, кто, не зная истинного Бога, просят помощи от страха, получают ее?» Старец отвечал, «Смотри, они поднимают голову кверху». А это уже кое-что значит. И для малых детей тормозом является страх. Бывают такие дети, которые, если их маленько не припугнуть, они никого не слушают, ни мать, ни отца. И мне, когда я был маленьким, говорили, «Сейчас бум-бул придет». Малышам свойственно бояться, но по мере того, как ребенок взрослеет, зреет его ум, и страх отступает. Естественный страх помогает только в детском возрасте. Если человек, став взрослым, боится пустого места, то он достоин сожаления. Приходят ко мне в келью некоторые духовные люди и говорят, «Вот рядом с нами кто-то умер, и от этого мы постоянно испытываем страх». И просят меня помолиться о том, чтобы этот страх от них ушел. «Да тут отвечаю я, люди стараются иметь память смертную. А у тебя рядом кто-то умер, и ты хочешь этот страх прогнать?» У женщин естественного страха немного больше. Женщин, которые не боятся, мало. Однако такие женщины могут создать семье проблемы, потому что они не подчиняются. Также может стать наглым и мужчиной, если он от природы не трус и имеет сердце отвагу. А некоторые женщины ужасные трусихи. Большое дело, если имеющая природную боязнь женщина станет подвязаться и приобретет мужество. Женщина имеет в своей природе жертвенность и поэтому способна на многое самоотвержение, которого у мужчины, несмотря на все его природное мужество, нет. Редактор субтитров А.Семкин